Есть ли у России какие-нибудь шансы уцелеть в результате всех этих притурбаций и всего этого ужаса? Потому что я, честно говоря, не вижу никакой возможности выжить и сохранить страну. Об этом как-то сейчас всерьез говорить уже невозможно. То есть шанс на сохранение России, даже как географического понятия, настолько ничтожен. Для того, чтобы это произошло, отстранение импичмента, ареста Путина, передача его международным трибуналам или Украине. Ну и, соответственно, там распуск, запрет не только единой России, но и генералитета Думы, запрет пропаганды. То есть ликвидация всех очагов фашизма. Ну тогда крохотная надежда на сохранение страны как таковой каким-то волшебным образом появляется. Но в России нет никого, кто мог бы произвести все эти незамысловатые действия. Население либо поражено фашизмом, либо бездумно и безразлично, либо сидит, блин, и ждет морских котиков, которые прилетят в голубом вертолете и разберутся с сумасшедшим Кремлем точно так же, как с Бен Ладном. Ну вот надо сказать, что если морские котики и прилетят, то они прилетят под определенный набор определенных так называемых душ. А вот со всей остальной вертикалью, которая не менее опасна, потому что она несет в себе все равно и яд фашизма и путинизма, конечно, пришлось бы разбираться в стране. То есть непонятно еще, не забывая, что действительно у Владимира Владимировича есть возможность накормить со зла весь мир и собственную страну ядерными грибочками, ядовитыми, но даже если вот без этой солянки и ядерных грибочков-то обойдется, то, вероятно, у него выход будет один – это создать такой овощ Россия. То есть полностью законсервировать, замариновать в гнилом, старом, пухлом мариназе, плотно завинтив крышку, отключив от торговли, от современности, от интернетов, от всего. И пока есть деньги добавлять этот рассол, пока есть деньги на дуболомов, пропагандистов и депутатов, этот дебильный замкнутый законсервированный порядок, вероятно, можно будет сохранять.